Итак, мы с вами узнали, что сортировка вставками работает за квадратичное время. И это в данной лекции наш наивный алгоритм. А вот теперь будет хороший, быстрый алгоритм. Называется он сортировка слияния. Вот его псевдокод приведен на слайде. Псевдокод, видите, очень короткий, но по модулю того, что здесь не объяснена одна процедура, которую мы ниже объясним. Во-первых, алгоритм этот будет сортировать массив рекурсивно. А именно он в каждый момент времени будет сортировать различные куски массива, поэтому мы помимо самого массива передаем здесь два индекса, еще L и R. Это начало, начальный элемент и конечный элемент. То есть L и R задают под массив нашего массива, который этот алгоритм будет сортировать. Наш алгоритм делает что-то только в случае, если текущий кусок, у него там длина хотя бы 2. То есть если L меньше, чем R. Еще раз мы сортируем кусок от L до R включительно. Если L больше либо равно, чем R, то все. Это либо нам пустой массив передали, либо массив, состоящий из одного элемента. Может ничего не делать. Мы тогда делаем очень простую вещь. Мы наш массив разбиваем на 2 подмассива примерно одинаковой длины. Ну то есть стандартно поступаем. Вот нам дали, нам сказали вот массив. И вот в нем кусок, который надо отсортировать от L до R. Мы вычисляем индекс тогда среднего элемента. Делается это стандартно. Вычисляем просто среднее арифметическое L и R. После этого делаем один рекурсивный вызов вот для этого куска. Вот он, первый рекурсивный вызов для куска от L до M. А второй рекурсивный вызов вот он для куска от M плюс 1 до R. Вот для этого. После этого у нас появляются 2 таких отсортированных куска. Вот их после этого надо слить в один кусок. Этим занимается процедура мерч. Вот и весь алгоритм. Ну опять-таки по модулю того, что надо объяснить процедуру мерч. Этим мы займемся. Ниже, да, внешний вызов этой процедуры, конечно, делается... Мерч сорт вызывается с параметрами L равна 1, а R равна M. То есть такой полный массив передается. Как же процедура мерч действует? Ей еще раз дается на вход 2 массива, упорядоченных уже, и ей надо их слить. Ну вот здесь псевдокод не приводится, приводятся просто общие слова. Ну действительно, потому что процедура довольно простая. Давайте поймем, что же она делает. Вот нам даны 2 массива, они уже отсортированы. Они, возможно, там могут быть даже одинаковой длины, могут быть разной длины процедуры мерч, это все равно. Вот ей надо из этого сделать один отсортированный массив. Ну давайте подумаем, какой элемент надо поставить вот сюда. Ну сюда надо поставить минимальный элемент из объединения этих двух массивов. Ну и этот элемент легко найти. Надо просто здесь взять первый элемент и здесь взять, и посмотреть тот, который из них меньше. Этот и пойдет вот сюда. Ну допустим, вот отсюда он пошел. То есть мы его ставим сюда. Ну хорошо, но после этого мы просто забываем про этот элемент. У нас остается вот этот вот, вот такой массив и вот весь вот этот массив. Ну и мы продолжаем. То есть сюда дальше пойдет тот элемент, который является минимумом из вот этих двух. Ну допустим, это оказался вот этот. Ну хорошо, мы его сюда записываем. Ну и здесь забываем про этот кусок, переходим к этому элементу. То есть процедура merge просто поддерживает в двух данных и массивах по указателю, ну или по индексу текущих элементов. На каждом шаге выбирается минимальный из двух элементов и записывается в результирующий массив. Так происходит, пока оба массива не пусты. После этого надо просто, когда один массив стал пустым, то остатки оставшегося массива дописываются в конец к результирующему массиву. Как видно, делается это просто за один проход по каждому из массивов. То есть работает это за линейное время от суммы размеров в двух заданных массивах. Давайте написать псевдокод этого алгоритма мы оставим вам в качестве упражнения. Отлично! Давайте с временем работы разбираться. Вот прямо утверждение, строгое здесь, оформленное как лемма. Время работы алгоритма сортировки слиянием — это у большой от Nlogan. Доказываем. Во-первых, начинаем, ну как обычно, это алгоритм, основанный на методе разделения. Разделяй властвуй. И первым делом надо понять регурентное соотношение на время его работы. Но здесь оно такое классическое совсем. T от N равняется 2 T от N пополам плюс U от N. Такое время работы часто встречается в, ну и в алгоритмах сортировки, ну и вообще в алгоритмах, основанных на методе разделяй властвуй. И сама по себе идея, конечно же, опять-таки очень естественна в нашем алгоритме. Вот нам дали длинный массив, нам его надо сортировать. И, ну так же, как и с умножением чисел, как с умножением матриц, мы разрезали массив пополам, то есть на две независимые, более маленькие задачи. Каждую из них решили рекурсивно, но потом из них собрали ответ. Вот они, два рекурсивных вызова, наши записаны, два T от N пополам. И, как мы и сказали, чтобы собрать ответ, время нам понадобится линейное. То есть у от N сюда, как вы помните, записано время, которое у нас уходит на то, чтобы подготовиться к рекурсивным вызовам, и после этого из результатов рекурсивных вызовов слепить результат для нашей исходной задачи. Ну вот готовиться к рекурсивным вызовам здесь почти ничего нам не стоит, нам надо было там только вычислить индекс, индекс середины текущего подмассива. Но вот, а merge уже отработал за линейное время. Ну вот это от N здесь учтено. Давайте докажем теперь, вот это доказывается во втором пункте, что время работы алгоритма, которое удовлетворяет вот такому рекуррентному соотношению, есть N log N. Ну действительно, все довольно просто здесь. Давайте опять вспоминать дерево рекурсии. Вот на первом уровне у нас одна задача размера N пополам, на втором две задачи, ой, одна задача размера N, на втором две задачи размера N пополам. Дальше четыре задачи размера N на 4. То есть на самом деле уже видно, что на каждом, да, какое время делается на каждом уровне? Ну, от N, то есть там C умножить на размер задачи. Ну, какая работа проделается здесь на верхнем уровне? cn. На следующем уровне две подзадачи размера n пополам. На каждую задачу мы тратим времени cn пополам. Ну и того 2 умножить на n пополам умножить на c. И того те же самые cn. Здесь 4 задачи размера n на 4, но тоже cn. Ну и так далее. На каждом уровне работа проделываемая это нечто линейное. Высота нашего дерева будет, конечно же, логарифм двоичный n. Просто потому что мы n каждый раз делим пополам. Ну вот отсюда время работы n луген. Слема доказана. Так, теперь пример небольшой. Вот представим, что дан алгоритму такой массив размера 8. Здесь так еще все в примере удачно подобрано, что 8 это степень двойки, поэтому каждый раз все хорошо будет делиться на 2. В целом, конечно, алгоритм работает на массивах любой длины. Просто все будет не так симметрично. Что алгоритм делает? Он первым делом делает рекурсивный вызов для левой половины. Этот рекурсивный вызов, в свою очередь, разбивается вот в такой. Ну, второй рекурсивный вызов будет сделан вот так. Ну, то есть, понятно, что здесь происходит. Делаются рекурсивные вызовы, а вот уже после этого, когда мы дошли до этого уровня, начинается какая-то реальная работа. То есть, массивы размера 7 и 2, их процедура мерч сливает в массив размера 2, такой отсортированный. Потом массивы размера 1, 5 и 3 тоже сливаются в массив размера 2, отсортированный. Дальше вот здесь процедура мерч что-то делает. То есть, вот сверху идут какие-то просто идут разбиения массива, а вот здесь вот уже начинает работать процедура мерч. Ну, и здесь тоже так сливается, все сливается, сливается, пока в итоге вот не остаются, не получаются два массива. То есть, самый последний рекурсивный вызов, когда возвращается наверх, там процедура мерч применяется к двум массивам размера 4, получается массив размера 8. Давайте еще раз проиллюстрируем, как мерч будет работать в этой ситуации. Вот ему дали два массива, 2, 3, 5, 7 и 1, 6, 7, 13. Что он будет делать? Он говорит, вот у нас есть вот сюда указатель и вот сюда указатель. Надо выбрать минимальный из двух элементов. Это 1. Мы записываем 1 сюда, забываем про этот элемент, то есть передвигаем указатель сюда. Теперь у нас 2 есть. Текущих элементов 2 и 6, выбираем минимум, это 2. Записываем 2 сюда, забываем про этот, то есть сдвигаем. Ну, дальше 3 выбираем, вот сюда записываем, все забыли про 3, сдвинулись сюда. Текущие 2 элемента, это 5 и 6. выбираем 5 записываем сюда сдвигаем указатель сюда теперь выбирается 6 как минимум из двух записали сюда здесь сдвинулись сюда теперь выбирается 7 ну допустим выберем вот этот 7 напишем сюда все после этого левый массив закончился поэтому мы просто спокойно переписываем конец второго массива вот сюда вот ну видно что каждый раз мы один из указателей в одном из двух массивов сдвигаем соответственно работает это за линейное время ну и более того этот пример это не только пример для работы нашего алгоритма маленький игрушечный а еще и если посмотреть теперь только на нижнюю часть нашего нашего этого примера тогда можно понять как этот алгоритм реальт реализовать и без рекурсии вот смотрите 7 2 5 3 7 13 16 это и есть элементы нашего исходного массива мы давайте просто вот что сделаем давайте все эти элементы положим в очередь то есть забудем про верхнюю часть и будем так их по одному и сливать получится алгоритм сортировки слиянием который не использует рекурсию все в декад его выглядят вот так вот так и называется итероактивная сортировка слиянием она на вход получает массив размера n ничего другого и не передается потому что алгоритм не рекурсии да он себя вызывать не будет мы вначале создаем пустую очередь и дальше складываем в нее все элементы нашего массива вот здесь написано так странно немножко а это в квадратных скобочках еще это здесь для того чтобы сакцентировать внимание на том что мы кладем не просто элементы в очередь закладем такие одноэлементные массивы после этого с очередью мы делаем следующее мы пока у нее размер больше единицы мы из нее достаем из начала два элемента то есть в самом вот достаются два элемента эти элементы сливаются а после этого эти элементы после этого слиты эти два массива кладутся в конец очереди соответственно произойдет что-то следующее изначально там лежат n элементов размера 1 мы их потихоньку будем оттуда доставать по 2 и сливать в массивы размера 2 и так складывать в конец очереди когда нибудь все элементы размера 1 кончатся в этот момент у нас будут лежать в очереди такие массивы размера 2 мы потихоньку их начнем доставать тоже по парам и сливать массива размера 4 вот видно что алгоритм на самом деле занимается тем же самым но просто не делает каких-то лишних рекурсивных вызовов соответственно время работы у него тоже n log n но и видно что и нашему предыдущему алгоритму этому нужна линейная дополнительная память то есть когда мы массивы сливаем мы на самом деле используем как бы новый массив который мы все дописываем то есть алгоритм сортировки слиянием не является но вот в такой в простейшей реализации алгоритмом сортировки на месте есть более хитрые трюки которые позволяют сделать это с использованием минимальной дополнительной памяти но не минимальный но там размера по маленький от но они более сложны